Проверить собственные знания и понять, что ждет их детей на едином госэкзамене. Именно за этим родители будущих выпускников пришли на всероссийскую акцию «День сдачи ЕГЭ родителями». Она проходит в Карачао-Черкесии уже в пятый раз, и в этом году родителям выпускников предстояла проверка по русскому языку. Присоединились к акции и представители сферы образования нашей республики, в том числе министр регионального ведомства Инна Владимировна Кравченко, которая уверена, что данная акция очень полезна как родителям, так и будущим выпускникам. Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» инициирована Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и в Карачао-Черкесской республике проходит уже в пятый раз. Цель основной акции – помочь родителям, в том числе и детям, без волнения сдать единый государственный экзамен, подготовиться психологически, потому что основная составляющая успешной сдачи экзамена – это не только хорошие знания, но и психологический настрой, который со своей стороны как родители, так и семья должны осуществить в отношении своего ребенка. Конечно, большая подготовительная работа проводится в образовательных организациях, но мы все понимаем, что семья играет существенную роль при настрое и подготовке ребенка при сдаче в данной ситуации единого государственного экзамена. Поэтому сегодня приглашены на данную акцию родители учащихся 11 классов, приглашены представители общественных организаций, также присутствуют члены Комитета по образованию, науке и молодежной политике парламента Карачао-Черкесской республики. И все мы сегодня будем писать единый государственный экзамен, мы его увидим глазами детей. Мы все пройдем правила и процедуры, которые предшествуют проведению основного единого государственного экзамена. Мы прошли сегодня контроль на входе, такой же контроль, как проходят все наши учащиеся 11 классов. Мы видим, что соблюдаются все меры безопасности, А это уже второй год в нашей стране, экзамен будет проходить в определенной форме при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований и норм. Это особая схема рассадки, в том числе участников единого государственного экзамена. Это применение средств индивидуальной защиты в обязательном порядке. Все сегодня это также соблюдается. Родители увидят, как сканируются все работы, как они поступают. А в этом году наш регион принимает участие в апробации. У нас сканирование экзаменационных материалов будет проходить в каждой учебной аудитории. Поэтому всю процедуру каждый родитель прочувствует на себе. Мы очень надеемся, что они проговорят с детьми, объясняют, что это совсем несложный единый государственный экзамен, правильно настроят наших ребят. И в соответствии с федеральным расписанием наши ребята достойно справятся с данным экзаменом. Как призналась министр науки, к экзамену специально не готовилась. В своих знаниях уверена. Тем не менее, некоторые переживания все же присутствовало. Небольшое волнение, конечно, чувствуем, потому что, ну, как всегда, это новая аудитория, атмосфера особенно, определенная ответственность. Поэтому, конечно, волнение небольшое присутствует. Но я хочу отметить, что сегодня здесь работают центры психолого-медико-педагогической поддержки. Есть профессионалы-психологи, которые сегодня также работают с родителями, оказывают всю консультационную помощь. Такую помощь готовы они оказать в течение всего года, не только сегодня, во время данной всероссийской акции. Поэтому мы также родителей просим обратить на это внимание. И те дети, которые нуждаются в этой помощи, конечно, мы их ждем на консультации. И готовы оказать эти консультации. Мы верим в наших детей, верим, что у них все получится. Это самое главное. И есть еще время до основного периода проведения единого государственного экзамена. Наши ребята готовятся, и мы уверены, что у них все получится. В этом году мы будем писать в соответствии с всероссийской акцией по предмету «русский язык». Экзамен сейчас будет проходить. Почему? Потому что в этом году у нас основной предмет, главный, это русский язык оставляют. Поэтому мы попробуем, как это будет происходить. И все задания, которые сегодня будут, они приближены к тем заданиям, которые будут в основной период на ЕГЭ. И я думаю, ничего сложного в этом не будет. Любой экзамен предполагает получение оценки. И несмотря на то, что этот ЕГЭ был показательным, все участники получат свои заслуженные баллы. Результаты также будут у родителей, также через определенное время. Экзамены мы будем писать в сжатой форме, то есть не 3-4 часа, как это обычно бывает, 3 часа 55 минут. Он будет проходить в течение 40 минут. На столах участников не было ничего лишнего. Номер, черновик и бланк с вопросами. Сегодня их всего три вместо 27 положенных на настоящем ЕГЭ. Задание предусматривает следующее. Дается текст. К тексту имеются три вопроса. Один из вопросов выбрать в тексте предложение, а второе подобрать антонимы. Третье задание написать сочинение. Я думаю, что задания не сложные. Родители должны себя попробовать в роли ученика. Задание выполняется в течение часа. Задание тоже упрощенное, но родители должны понять, как их будущие выпускники будут сдавать экзамен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова